МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время года, поскольку в холодный период качество сперматозоидов повышается. К тому же беременность, наступившая зимой, более благоприятна для будущей мамы, так как на весну приходится тот ее период, во время которого женщине требуется эмоциональный подъем. Впрочем, если ребенок долгожданный, то когда бы он ни был зачат и когда бы он ни родился, он будет только в радость. Советы семьям, у которых этой радости пока нет, даст гость нашей медицинской рубрики. Доброе утро! В эфире медицинская рубрика. По статистике, около 10% браков бесплодны. Чаще всего причины бездетности связаны с различными заболеваниями, большинство которых могут быть диагностированы и вылечены. Но бывают ситуации, когда оба супруга совершенно здоровы, однако завести ребенка им не удается. Почему? Узнаем точку зрения вертоброневролога доктора Александра Гоффмана. Доброе утро, доктор! Доброе утро! Действительно, иногда люди уже годами ждут, ждут, ничего не получается ребенка, берут ребенка из детдома. Как только они заводят ребенка из детдома, неожиданно приходит и беременность. Вот, наверное, этим можно уже объяснить, что психологическая основа очень важна в этом вопросе. Вот в том примере, который вы сейчас привели, это, естественно, психологическая основа. Потому что когда мать почувствовала себя матерью, у нее изменяется же и кровоснабжение организма, сердце работает по-другому, эндокринные органы работают, она расслаблена, все по-другому, и вдруг неожиданно она начинает сама забеременеть и забудет своего собственного ребенка. Но у нас, вот мы, как в вертубо-неврологии, эмпирически так, из опыта сложилось, что приходят женщины с другими проблемами, никакого отношения не имеющего к функции единородной, а вдруг оказывалось, что через какое-то время, через 3-4-5 месяцев, женщина приходила и говорит, вы знаете, вот после того, как я побывала на ваших сеансах, через какое-то время я забеременела. И такие случаи довольно часто бывали. И когда их, так сказать, на съездах наших мануальных терапевтов все это объединили, пришли к выводу, что мануальная терапия помогает в таких случаях людям забеременеть. Почему? По той же самой причине, что восстанавливается кровообращение внутренних органов, восстанавливается кровообращение в малом тазу. Потому что бывает такое, что травмы, или там, даже это в родах бывают ещё у женщин, что нарушается иннервация, скажем, яичников, нарушается иннервация там матки и так далее, и так далее, нарушается иннервация сосудов, которые там есть, нарушается кровообращение органов малого таза. А методами мануальной терапии разблокируется поясничный отдел, восстанавливается иннервация, восстанавливается кровоснабжение, и женщина может забеременеть. Ну, приблизительно то же самое говорят специалисты по китайской медицине, только они говорят убрать холод, да, убрать холод, то есть когда отсутствие кровоснабжения. Но я хочу подчеркнуть, что не только женщина виновата в том, что она бывает бесплодной, бесплодной бывают еще и мужчины. То же самое, когда приходят мужчины, то же самое, восстанавливается кровообращение в малом тазу, улучшается функция детородная у мужчины, и то же самое, улучшается функция производства спермы, сперматозоиды, их становится больше, они становятся более активными, естественно, они становятся больше возможностей для того, чтобы произвести ребенка. И получается, что не надо все валить на женщину, женщина часто бывает не виновата, довольно часто бывает виновата в том, что нет детей и мужчины. Поэтому, когда бесплодная пара, мы рекомендуем, чтобы прошли на несколько сеансов мануальной терапии женщина и мужчина. И тогда процент вероятности того, что можно будет завести собственного ребенка, становится значительно больше. А с каким отделом позвоночника вам чаще приходится работать при бесплодии? Какой отдел позвоночника больше ответственен за это? Поясничный, самый перегруженный, это поясничный отдел и крестец. Вот, а почему? И область крестца. Потому что там нервы, да, там крестцовые нервы, это МС1, МС2, вот эти нервы выходят, которые тоже принимают участие в функции, в детородных функциях у женщин и у мужчин. И когда мы восстанавливаем нервацию, то восстанавливаются детородные функции вот таким образом. А почему они повреждаются, например, эти части позвоночника? Опять же, смотрите, человек сидит все время, сидячий образ жизни. Там, за компьютером целыми днями, там, или водители тоже самое сидят. Да, и в школе дети наши сидят. В школе дети сидят, да. Нарушается кровообращение малого таза. Кстати, таким же образом было замечено, что очень хорошо лечатся дети с инурезом. Бывает такое, вот у меня были случаи, один сеанс мануальной терапии, у ребенка исчезал инурез. То же самое из-за нарушения кровообращения в малом тазу. Поэтому мы все время говорим, я уже не устаю это повторять, с профилактической целью нужно начинать делать мануальную терапию и в детском возрасте, и в молодом, а уж в пожилом-то тем более. Тем более, что и мужчины, и женщины, когда они видят, что у них нет детей, то мануальная терапия – это один из способов, который может помочь завести ребенка в семье. А что вы делаете, доктор? Это массаж, это иглоукалывание, это какие техники? Это вообще где-то комплекс. Это остеопатические техники? Ну, остеопатия есть, хиропрактика есть и иглорефлексотерапия. В комплексе, когда все это делается, то вероятность того, что человек может в будущем забеременеть или сделать ребенка, то эта вероятность становится гораздо более. Ну что ж, удачи и вам, и тем, кто к вам обратится по этому важному вопросу. Спасибо. Ну и для профилактики заболеваний спины и укрепления сексуального здоровья можно заняться плаванием, как мы говорили, или йогой. Кроме этого, следует чаще бывать на свежем воздухе, больше двигаться, а утром обязательно выполнять несложные упражнения для укрепления мышц спины. Будьте здоровы!